После объявления частичной военной мобилизации в России люди, неравнодушные к судьбам Призванных защищать свою страну и их семьям объединяются, создают волонтерские организации, штабы для оказания материальной и моральной помощи Волонтерский отряд «Сибирь» из Устилимска в лице его хрупких представительниц ежедневно принимает от горожан посылки на фронт и медикаменты для наших ребят Приносят медикаменты, средства личной гигиены, продукты, теплые вещи зимние, изделия ручной работы вязаные Вся помощь у нас на наших пунктах принимается по акту приема Все описывается, записывается номинание, количество, фиксируется кто принял, волонтер какой организации Ставится дата, номер пункта Списки необходимых для бойцов вещей устилимцы могут найти на пунктах сбора гуманитарной помощи во дворцах культуры «Дружба» и «Наймушина» Также информация размещена в группе «Волонтерский отряд «Сибирь» – город Устилимск» во Вконтакте Заботливые горожане, независимо от возраста, социального статуса, готовы делиться абсолютно всем С нашими бойцами и их семьями, отдавая частичку своего тепла и заботы Люди, которые приносят вещи, кто они? Обычные жители нашего города И дети приносили, и на пунктах сбора у нас дети работают, волонтеры школьных объединений Мы сотрудничаем с ними старшие поколения, идут со слезами на глазах, передают приветы нашим ребятам, все за них переживают Они, честно, просто плачут и просят передать им большой привет и слова поддержки Устилимские школьники и воспитанники Центра социальной помощи семье и детям Написали письма защитникам Родины и нарисовали рисунки Понимая, как важно поддержать добрым словом этих мужественных людей, в числе которых много добровольцев Умные и добрые детские сердца преисполнены благодарности за то, что честь, долг и любовь к Родине Главное для каждого, кто сегодня надел военную форму Администрация города и представители бизнес-сообщества не остаются в стороне, оказывая всестороннюю помощь волонтерскому отряду Нам администрация выделила помещение для сортировки, вот это, в котором мы находимся, и плюс соседнее С транспортом помощь кто вам оказали? Предприниматели города оказали Фуры, газели, что заказывают? Фуры, газели, у нас сейчас машина уехала одна до Братска, там будет перегружаться уже на Иркутск Далее груз передается Всероссийскому студенческому корпусу спасателей Они уже доставляют напрямую в воинскую часть 21.005 12 октября часть груза отправилась в Юргу, где сейчас проходит боевую подготовку мобилизованные устилимцы В скором времени наши резервисты получат носки, кондитерские изделия, воду питьевую, минеральную, влажные салфетки, чай, сладости, антисептики и другое Следующая отправка гуманитарной помощи пойдет уже на фронт Станет ли она последней, неизвестно Пока же сбор помощи продолжается Ведь частичная мобилизация коснулась, если не каждого в нашем маленьком городе, то обязательно чьих-то знакомых, коллег, соседей Ваших близких кого-то коснулось? Родственников, друзей? Да, меня У вас кто? Муж Мужа? Да Как у него дела обстоят? Все отлично, жалоб нет, он ждет меня к себе А вы появитесь? Да В следующем время, да? Послезавтра В Иркутской области все региональные медицинские учреждения перешли на новую цифровую платформу Благодаря этому они получили разные возможности в плане организации работы в электронном виде Нововведение удобно для пациентов В какое бы государственное медучреждение они не пришли, врач будет видеть медицинскую карту с ранее проведенными анализами и исследованиями Региональная медицинская информационная система действовала в Приангарье с 2012 года и содержала всего 7 видов документов Сейчас в новой системе уже 36, включая справки, результаты анализов, больничные листы, назначения и так далее К 15 ноября это число планируется довести до 52 видов документов Работа по переходу на новую цифровую платформу выполнялась в рамках нацпроекта здравоохранения и регионального проекта создания единого цифрового контура в здравоохранении Помещения для установки нового томографа в Устелимске готовы Депутаты законодательного собрания вместе с главным врачом поликлиники номер 2 Феодосией Павловной Стреколовской проверили ход ремонтных работ в помещениях правобережной женской консультации Где будет установлен новый томограф? За летние месяцы была проделана большая работа В первую очередь были усилены фундаменты, перекрытия, ведь аппарат весит более трех тонн Была проведена перепланировка помещения, организована пультовая, кабинет врача, санузел, технические комнаты Следующий этап – непосредственно установка компьютерного томографа и отладка его работы Несмотря на середину октября, устилимские власти все еще пытаются покончить с ремонтом городских дорог Как будут обстоять дела на этой неделе, рассказал начальник департамента жилищной политики Антон Байбородин Подрядная организация «Автодор» на сегодняшний день, вот сейчас они запускают завод Пока дни хорошие стоят, обещали мне клятвенно, что на этой неделе они заасфальтируют 50 лет в ЛКСМ На 50 лет в ЛКСМ проводилась установка поребрика, уплотнение основания для тротуара Также демонтаж опор освещения и доделки по работе по бордюрному камеру То есть в этом направлении работа идет, мы конечно с подрядчиком разговаривали В этом году он должен все завершить, чтобы не сорвать нам этот контракт Также «Автодор» продолжает работать на дороге по улице Георгия Димитрова Там необходимо устранить выявленные недочеты на участке тротуара от проспекта Дружба народов до проспекта Мира Отрегулировать высоту колодцев ливневой канализации О благоустройстве общественных пространств Дворы по Братскому шоссе 3 или не на 3 сданы Сотрудниками ДЖП ведется закрытие и оплата контракта В парке сквера «Юбилейный» на прошлых выходных завершились бетонные работы Сейчас подрядчик занимается облицовкой лестничного схода Преображение объекта должно завершиться уже на этой неделе По площади напротив Дружбы опять не все гладко По площади работы у нас идут Уже положили более 600 квадратов плитки тротуарной Бетонные работы завершили на техническом этаже фонтана В принципе сейчас могут вызывать замерщиков по граниту Хотя бы чтобы они сняли все размеры для того, чтобы заказать именно гранит Ну да переговорите с ними, потому что смотрю плитку-то больше пока не везут тротуарную Тротуарную не везут, но ее пока в принципе хватает, чтобы продолжать работать Я не тому, что вижу Я думаю, если будет у нас в голове, то опять на трассе где нет станет И потом будет проблема с доставкой Я не исключаю, что это так может получиться Хорошо, мы ему напишем письмо официально Ремонт учреждений культуры идет по плану Завершили последний сегмент кровли на ДК Дружба Выполняются мелкие работы К концу октября планируют принять объект В школе искусств номер 2 все выполняется в соответствии с графиком Пятый сегмент начинают разбирать последние Четвертый ремонт, но у нас 100% материалы есть в полном объеме Погода нам эти дни помогала Я так думаю, что обещают, очень обещают до конца месяца закончить Есть вопросы Но они научились Это последний объект, который тревожный Да, но это самый тревожный объект, если очень честно И по фундаменту работы идут Уже практически по кругу все заканчивают Тоже ребята с утра до поздней ночи работают И все останется внутри потом, да? Да, только уже там будет заливать через рукав Это все будет внутренней работой по фундаменту Но они уже закрывают, видите, уже для Дружбы все чисто Все утрамбованы И состоялся аукцион на капитальный ремонт фасада И прилегающих территорий Дворца культуры Дружба Одна заявка была Сейчас эта заявка рассматривается По крайней мере на этом этапе нет никаких в документах пока неточностей И планируем, что до 25 числа, если все хорошо, мы подпишем все контракты На территории школы номер 11 проводятся работы по капитальному ремонту комплексной спортивной площадки Мероприятие выполняет подрядная организация ООО «Кватро» город Иркутск На прошлой неделе к подрядчику возникли вопросы Пока были благоприятные погодные условия, работы на объекте не проводились С руководителем подрядной организации прошло совещание Был представлен новый график работ С 6 октября специалисты приступили к проведению основных мероприятий О замене лифтового оборудования В основном работы завершены, замечания устранены Состоялась их приемка фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Осталось дождаться инспектора Ростехнадзора, который проверит лифты и даст разрешение на ввод в эксплуатацию После этого подъемники будут запущены Взносы на капремонт могут поднять в Иркутской области Об этом заявила исполняющая обязанности гендиректора фонда капитального ремонта по Иркутской области Валерия Кошечкина Вопрос повышения взносов в регионе обсуждался давно Была создана специальная группа, в которую вошли депутаты, мэры территории, представители Министерства жилищной политики Иркутской области Предлагается увеличивать взносы ежегодно на процент инфляции Изменения по взносам на капремонт в Приангаре ожидаются уже с 1 января 2023 года Устилимский городской суд избрал меру пресечения в отношении 49-летней уроженки Азербайджана Подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации Уголовное дело по факту убийства было возбуждено в октябре 2005 года В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде денежного залога Однако подозреваемая скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск Спустя 17 лет предварительное следствие по уголовному делу возобновлено В связи с тем, что местонахождение подозреваемой установлено Сейчас судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц, то есть до 6 ноября Сотрудники госавтоинспекции обратились к автомобилистам с убедительной просьбой Уже сейчас позаботятся о проверке своего транспорта на предмет технической исправности С наступлением неблагоприятных погодных условий дорожные полицейские рекомендуют Переобуть своих железных коней в зимнюю резину, поменять стиль вождения на более спокойный Соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал Водителям также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения В осенне-зимний период следует быть особенно внимательными на дороге Строго соблюдать правила дорожного движения Необходимо воздержаться от резких перестроений и совершения других маневров Выбирать и безопасный скоростной режим Сконцентрироваться также необходимо вблизи пешеходных переходов, перекрестков На участках дорог с ограниченной видимостью заранее снижать скорость Поскольку в настоящее время наблюдаются осадки в виде снега и понижения температуры Необходимо поменять летние шины на зимний Своевременная смена, которая позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями Связанными с неблагоприятными погодными условиями Кроме того, особую осторожность необходимо проявлять не только к водителям, но и пешеходам Сокращается световой день Выпадение осадков снижает видимость на дорогах В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам Использовать светоотражающие элементы на одежде и сумках Брелок, браслеты, подвески делают пешеходов более заметными для водителей на большом расстоянии Передвигаться следует только по тротуарам Переходить проезжую часть только по пешеходным переходам Предварительно убедившись в безопасности Не забывая о том, что тормозной путь транспортного средства в зимний период увеличивается Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге Могут круглосуточно обращаться за помощью в отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Устилимский Сотрудники постараются оказать все возможные содействия При необходимости могут помочь с вызовом технической службы Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Запускают флешмоб, посвященный празднованию Дня Отца Принять участие в нем может каждый, в том числе дети и подростки Для этого с 13 по 23 октября в социальной сети ВКонтакте на своей странице Необходимо разместить пост о папе и отметить Минсоцразвитие при Ангаре Напомним, День Отца в нашей стране отмечается в 3 воскресенье октября И в этом году он выпадет на 16 октября Праздник призван подчеркнуть роль отцовства в воспитании детей Способствует формированию позитивного образа отца Укреплению его статуса в семье и обществе Анастасия Устюжина, Алена Феоктистова, Антон Емельянов Информационная программа «Северный город»